Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Выканавцев на народных инструментах Редактор субтитров А.Кулакова Выказала удерженность родителям и педагогам, которые учат сегодняшних лауреатов. Она нагадала, что с початку миновито родные разглядели у своих сынах и дочках искру таленту, подтримали да помогли. А потом наставники смогли зародить любовью до музыки и творчества. Педагоги у отказ скажут, что это великое счастье, когда достижение тандема выкладчиков учения означает на таким высоком узровне. На самом деле очень приятно, что и в маленьком городе есть люди, которые не отстают от тенденций каких-то современных, могут развиваться не только в традиционных каких-то направлениях, но и современных, и давая действительно высокий уровень. Премии Гомельского облаканкама по отримце таленовитой творчой молоди уручаются с 1997 года, что год их отримливают 18 молодых людей. Сумма премии складает от 5 до 15 базовых величин. Марина Джалай, Наталья Игнаценко, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Сегодня означается День внутренних войсков. На территории сучасной Беларуси институты оховы громадского парадка в той-те иншей форме исновали зауседы. Княжая дружина, подразделение Стралецкого войска, внутренняя варта. История сегодняшнего свято берет початок в 1918 году, когда в Витебске, в лику доброохвотников, особные команды конвойной варты, были створены внутренние войски. Тэму протягне наш корреспондент Олег Сентюров. Размещенная у регионе внутренние войски, гэта перезавсё в поисковой часть 55-25. За час своей деянности она прошла шлях от особного специального материзованного батальонной милиции с местом постоянной дислокации у Гомеле, до особной специальной милицейской бригады, чьей подразделение знаходится у Гомеле, Мазары, Речице и Светлогорску. У гэты дзень тут организовали спортивное свято. У мужчинским коллективе продемонстровать свои физичные сдольности за все, что было престижным. Але у гэтам подразделении добрая физичная форма, яше и пресейная необходность. Сегодня военнослужащие войсковые части забеспечивают парадок на улицах городов, конвоируют неволенных и оховывают объекты. Все мероприятия общественные, спортивные массовые, все проходят не без участия военнослужащих части. Это во всех городах, в которых дислоцировано подразделение, а также в Гомеле. И довольно-таки высокую оценку заслужили со стороны руководства Гомельского УВД. У войсковой части 55-25 прозываюсь далеко не самую слабую молодость, физично и морально. За час службы становочие якости развиваются еще больше. Вырос об тем, что армия робится с подлетков мужчин, до этой бригады мое самое непосредственное дочинение. Владислав Женков с городского поселка Октябрьске вернется до дома в мае этого года. Спецназовцам с краповым беретом – это высшая форма знака военнослужащих подразделения у специального предназначения. Я очень рад, что служу во внутренних войсках, потому что она закалила меня как морально, так и физически. Она подготовила меня к издаче на краповый берет. Я считаю, что во внутренних войсках вообще в армии должны служить все мужчины. Это священный долг каждого гражданина Республики Беларусь защищать свою родину. У дённый час у покоя казармы могут проводиться только специальные занятки, але у гэтый день все продовлеженные мероприемства проходят выключено на улице. Узорный парадок, який подтремляется у тымлику из-за помоги камер вида надзирания, картинка выводится на экран дежурного по войсковой части. Хоть и тих обмежеваний, уякие часто были в советской армии, зараз сожжу нема. Поравновать казарму с домом нельга, але практически кожные военнослужащие войсковой части 55-25 имкнеться створить каля своего ложка, не шаных штат батьковского кутка. Командования ничего супрыть немае. На тумбочках каля ложков фотосдымки самых близких людей, батьков и каханых девочек, которые ждали солдаты 18 месяцев. В мае частка военнослужащих демобилизуется, заберет этой фотосдымки с собой, але на их месте появится новое, бо придет новое пополнение. Служба в войсковой части 55-25 протягивается. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель». Гомельский городский молодежный театр рыхтуется представить новый спектакль «Повятовый лекарь по оповяданию Франца Кавки». На переддні премьеры творчий коллектив запросил своих глядашоу на размову. На питание гостей отказывали режиссер-постановщик Юрий Дзиваков и Ирина Герасимович, якая разом с Давидом Потоцким переклала твор с немецкой на белорусскую мову. По сюжете головного героя, сельского доктора, посеред ночи выкликают до дитяти. Лекарь сомневается, те варто ехать за 10 миль унепогать до пациента, який може и не быть хворым. Однако у него не застаётся выбору. Практично суприть своей волей, он вымышен и опынуться удалеченне от дома. «Повятовый лекарь» на думку многих критиков – один из шедевров Франца Кавки. Автор ставит непростое питание и дилеммы, с якими усе мы состракаемся в жизни. Там всё очень меняется за секунду. Нашла Ерина такую интересную штуку, что это как сетка жизни, когда есть один путь, и потом он пересекается другим путём, и много-много всяких интересных вещей тоже. Это для нас новая форма работы. Мы решили, если будет такая возможность, и вот сегодня как раз она сложилась, знакомить зрителей в такой вот камерной форме, небольшое количество людей, заранее записавшихся, то есть смотивированных на посещение этого мероприятия, со спецификой работы над спектаклем. Потому что зритель, когда приходит на спектакль, он видит уже конечный продукт. А за каждым спектаклем стоит огромный труд большого количества людей. Премьерные показы пройдут с 22, 23 и 30 Саковика. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomil.bal. На этот выпуск завершен. Спасибо за внимание. И до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Сядет надолго. В Речице задержали автовора, который параллельно с кражами из авто промышлял продажей и хранением наркотиков. Криминальная история началась в феврале, когда в Речицкий РУВД поступило заявление от местного автовладельца о пропаже ключей от ВАЗовской «восьмерки» и аккумулятора машины. В ходе оперативно-следственных действий сотрудники милиции выяснили, что злоумышленник, похитивший чужое имущество, нигде не работающий 35-летний житель Речицы. У борцов наркоконтроля была информация, что Речищанин не только совершает автокражи, но еще и промышляет незаконным оборотом наркотиков. И данная информация подтвердилась. В результате обыска в частном домомладении Речищанина на крыше, вернее, даже сказать, на чердаке, было обнаружено большое количество растительной травы, стебли высушенные, а также измельченное растительное вещество. Экспертиза показала, что это марихуана. И общий вес изъятого наркотического вещества составил почти 11 килограмм. Материалы проверки в отношении автовора с навыками наркодилера направлены в Речский следственный комитет для дачи правовой оценки. Неспокойными выдались минувшие выходные для спасателей Гомельской области в оперативных сводках. Пять пожаров, унивших жизни двоих человек. Одна из трагедий произошла на территории садово-огороднического товарищества «Рабатка» вблизи поселка Цагельно-Гомельского района. В ночь с воскресенья на понедельник в 3.51 спасатели пожарные Гомельского гарнизона выехали по сообщению о пожаре дачного дома. На момент прибытия первых подразделений МЧС на место происшествия строение полыхало открытым пламенем. Спасти хозяйку домовладения, пенсионерку 1939 года рождения, спасатели не успели. Дом сгорел полностью. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение дачного дома. В ходе тушения пожара под обломками строительных конструкций был обнаружен труп пенсионерки, хозяйки домовладения 1939 года рождения. Причина пожара устанавливается. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Пострадавших под колесами машин на дорогах области меньше не становится. С начала года в результате наездов на пешеходов 6 человек погибли, 32 получили травмы различной степени тяжести. Печальную статистику пополнило ДТП в Житковичском районе, в котором пострадал мужчина 1941 года рождения. Примерно около 9 часов вечера водитель, 27-летний молодой человек, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь по улице Ленинская в агрогородке Вереница Житковичского района, совершил наезд на мужчину, который перетекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Мужчина с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель. Продолжают новости спорта. В студии Павел Михно. Определились все полуфиналисты Кубка Беларуси по футболу. Ранее в одну-вторую прошли Солигорский Шахтер, Ислач и Минская Динамо. Последними путевку в полуфинал разыграли Витебск и Гоменский Локомотив. Ответный матч Кубка Беларуси. Железнодорожники начали с прессинга соперника. Представитель первой лиги выглядел наглого сильнее витебской команды. На излете первого тайма Дмитрий Вашкель выиграл воздух и вывел Локомотив вперед. На перерыв гомельчане ушли с минимальным преимуществом. Во втором тайме гости собрались. Сначала Артем Старгородский реализовал пенальти. Затем Николай Золотов завершил атаку и торпедировал ворота хозяев. После финального свистка на табло горели цифры 1-2 в пользу гостей. Отмечу. Первый кубковый матч прошел 9 марта. Тогда железнодорожники уступили минимально. К слову, два года назад гомельчане уже доходили до этой стадии Кубка. Однако тогда они не смогли одолеть солигорский шахтер. Практически план был выполнен на игру, но немножко у нас там в оборонке капитан Женя Кудаш, повреждение у него было. Где-то вот эти связи разладились и вот эту контратаку пропустили. А так, конечно, первый тайм, считаю, вообще очень хороший был. И со стороны нашей соперник показывал такой футбол. Но нам надо было проверить себя, на что мы способны. В принципе, весь план на игру был выполнен, но только вот эти моменты, конечно. «Локомотив» стартует в чемпионате Беларуси в первой лиге 13 апреля. В первом туре железнодорожники сыграют дома с Микошевичским гранитом. А в втором отправятся в гости к Пинской волне. Сыграны очередные матчи 20-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК одолел Минскую территорию, а Гомельское «Быче» разгромило «Динамо» БНТУ. Лидеры чемпионата ВРЗ и ВИТЭН разошлись с миром. Счет открыли вагоностроители. На пятой минуте ворота гостей поразил Селюк. Затем представители Орши сравняли счет. На перерыв команды ушли со счетом 1-1. В начале второго тайма гости удвоили счет, а на 30-й минуте Клочко сравнял счет, а затем и вовсе вывел хозяев вперед. На последней минуте второго тайма ВИТЭН сравнял счет 3-3. Сейчас турнирную таблицу по-прежнему возглавляет ВРЗ. ВИТЭН отстает на 2 балла. Напомню, это четвертая встреча лидеров чемпионата. Сначала команды встретились в первом круге, когда они разошлись с миром 3-3. Затем ВИТЭН одержал победу в 1-4 Кубка Беларуси 3-2. В ответ на матчи команды сохранили паритет. Но по сумме двух матчей дальше прошел ВИТЭН. Игра была равная. Два соперника одинаковые. Первое-второе место чемпионата на данный момент. Создали обе команды, много моментов голевых. Никому не удалось просто оторваться в два мяча. Пятером пропустили в большинстве. Но ничего страшного. Сделаем выводы. Еще чемпионат большой. Все будет хорошо. Как минимум нас не догнали, а значит мы на первом месте пока не сидим. Но получилась такая игра достаточно боевая. Я бы даже сказал, ближе к плей-оффной. Я же, как я и сказал, закономерно ничего. Есть и позитивные моменты. Где-то не сломались, будучи на пяти фоллах полтайма. И проигрывая в счете. Мы смогли переломить ход игры, повести в счете. Единственный, конечно, минус. Не довели игру до победы. К другим матчам тура Светлогорский ЦКК взял викторию над территорием из Минска 6-3. Коминская БЧ разгромила Динамо БНТУ 10-2. Борисов 900 сохранил перетен с Микошевичским гранитом 2-2. Щучин проиграл УВД Динамо 3-7. Охрана Динамо одолела Брест 5-1. А Дорожник или Тельмаш разошлись миром 3-3. Орша принимает финал золотой шайбы в дивизионе А. Соревнования пройдут с 18 по 21 марта. В турнире участвуют 8 команд, которые стали лучшими на областном этапе. Вымпел из Брестской области, Северная столица из Витебска, Принеманские ястребы из Гродно, Шахтер из Минской области, Мираж из Могилевской, а также Грифоны и Медведи из столицы. Гомель представляет сборное Центрального района. Хоккейные дружины разделят на две группы. Победитель определится среди команд, которые займут первое место в своих группах. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.